Меня тут люди называют убийцей детей, потому что два дурачка стучались ко мне в дверь, я взял их за шкирку, но я вот так вот с ними пришел, позвонил родителям, что я защищаю свой дом, чтобы мне сюда не ломились. Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием К-Лаунчер. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать, денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на К-Лаунчер со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на К-Лаунчер будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Чуя, 200 рублей при этих сегодня гуляли с подругой в парных косплеях, хотели походить пофоткаться по парку, в итоге нас оскорбила банда подростков. Ну и чё? Я неделю назад гулял возле своего дома, и там было 10 школотронов мелких. И один из них был самым, он думал, что он самый крутой, ему лет 10, мне почти скоро 30. Я иду с Марти, а он сидит, вейпы свои вот эти вот парит, осуждаю, не нужно делать, это убивает, портит жизнь. Родители узнают, накажут, не пытайтесь, это привыкание, это зависимость, вас убивает. Сидит такой, в десятером, я прохожу мимо, я же слышу, как они шепчутся там. Это Эдис, это Эдис. Он понимает то, что я на него не реагирую, и вслед начинает меня крыть трёхэтажным матом. Но я как бы дальше ухожу. И когда он понимает то, что я на него не реагирую, он вслед мне кричит, и вообще, твой Мартий, самая фиговая собака на всей планете. Только слово фиговое заменено на грубое слово. Вот ты думаешь, вот то, что он это сказал, меня хоть как-то задело? Ты думаешь, я от этого стал хуже жить, или я стал лучше от этого жить? То есть, ты понимаешь, это то же самое, что вот я иду по улице, и рядом воняет говно. И вот у меня есть выбор. Я могу взять рукой убрать это говно, но оно там лежит, оно мне не мешает. Но если я его возьму рукой, я замараюсь. И вот вопрос, мне пройти мимо, или взять его и посмотреть на него, испортив тем самым себе жизнь? Примерно та же самая ситуация у тебя. Я с огромным удовольствием бы к нему подошел. Взял бы его вот так вот за шкирку, чтобы... и поднял бы его вот так вот в воздух. Вырвал бы у него с рук телефон. При нем же набрал бы его маму. Включил видеосвязь бы, может быть. И вот так бы с ним за шкирку разговаривал бы с его мамой. Чтобы он пришел домой, и его мама так бы ему по жопере меня надавала. Чтобы он забыл все эти плохие слова. Я бы сделал, но это мой максимум. Но даже если я сделаю так, я буду плохим. Потому что, ну, я буду плохим. У меня есть история такая в моем доме. Меня тут люди называют убийцей детей. Знаете почему? Потому что два дурачка стучались ко мне в дверь. Я взял их за шкирку. Потащил к родителям и сказал, вы че нафиг делаете? Знаете, что мне родители сказали? Ну, просто с ними сфоткайтесь, и они от вас отстанут. А я вот так с двумя чуваками, которые мне на протяжении недели долбились в дверь. Больше они после этого не долбятся. Но я вот так вот с ними пришел. Позвонил родителям, и вот так их держу, и говорю, вы че нафиг не следите за ними? И мне родители такие, ну, просто как бы вот это вот все. А то, что я вот так шел с детьми к родителям, и звонил родителям, записались на камеры. И это потом показали жильцам моего дома, и теперь я убийца детей, потому что я отстаиваю свою территорию. Поэтому, если кто-то еще раз придет, я его так же возьму. И пускай меня дальше называют убийцей детей, но я тебя так же возьму, и так же буду идти к твоей маме. Но, с другой стороны, а надо ли мне это делать? Чтобы потом, как обычно, я буду виноват. Не то, что я защищаю свой дом, чтобы мне сюда не ломились, но я виноват. То есть там, где есть камеры, и видно то, что в мою хату долбились неделю подряд, это не видно. А то, как я их словил, когда они долбились, это видно. Вот такая справедливость. Поэтому пускай эти говняшки там лежат и воняют. Вот то же самое, та же самая ситуация тебе. Тебе такая разница, что эти говорят за спиной у кисы. Понимаешь? Меня тут люди называют убийцей детей. Меня тут люди называют убийцей детей. Меня тут люди называют убийцей детей. Меня тут люди называют убийцей детей.